Юрий Новожилов рыбачит в Куршском заливе более 40 лет и уже заметил, что рыбы в последнее время здесь стало меньше. Залив грязный, конечно. Вот уже зелень пошла. Залив отравляют сточные воды, а чистные сооружения в городах на побережье не работают. А недавно в канале начали углублять дно в период нереста рыбы. Ущерб от таких работ достигнет 100 миллионов рублей, говорят в рыбоохране. Мы пытаемся, конечно, с этим бороться. Там подключены и представители президента, и губернатор. Но пока у нас это все в фазе, так скажем, административного делопроизводства. Пока длится бумажная волокита, рыба гибнет. Но к бюрократии рыбаки уже привыкли. Только на ветсправки и анализы в рыбколхозах тратят десятки тысяч рублей в месяц. Рыбак должен заниматься добычей рыбы. Переработчик перерабатывает ее. Ну а на нас же сейчас в настоящее время повесили около 27 проверяющих на одного рыбака. По словам рыбаков, общую ситуацию осложнит и закон о рыболовстве. Его примут в Москве осенью. После этого многие промысловики могут лишиться работы. В том случае, если, например, будет увеличен порог освоения квот до 70%. Если вы в течение двух лет не выловите 70% квоты, значит вы будете лишены этой квоты. Закон не учитывает местную специфику, говорит Ткаченко. В прошлом году его рыбколхоз чуть не потерял квоты на корюшку. Вылов не удался, но не по вине рыбаков, а из-за того, что залив был покрыт льдом. В Калининграде надеются на помощь Москвы. И в том числе в вопросе увеличения квот на кильку. После того, как в России запретили ввоз прибалтийских шпрот, ставку сделали на калининградские компании. Но чтобы накормить страну, квоту нужно увеличивать уже сейчас. И этот вопрос тоже в ведении федерального центра. Юлия Парамонова, Настоящее время, Калининград.